Жители республики ждут решения регионального оперативного штаба о выходе на первый этап снятия ограничений. Необходимые для этого показатели уже несколько дней уверенно держатся в зеленой зоне. Об этом рассказала Алла Салаева на рабочей встрече в Канаше. В Канаше 134 случая заболевания COVID-19. В последние дни наметилось стабильное снижение. За сутки к общему числу инфицированных добавился только один. Это результат правильной работы всей системы. По мнению руководителя Роспотребнадзора Надежды Уговской, если так двигаться и дальше, то республика может надеяться на снятие ряда ограничений. А в целом по республике у нас до 11 июня регистрировалось по 80-88 случаев. Сейчас более 70 случаев регистрируются в ежедневном режиме. Показатели, которые оцениваются при переходе на снятие ограничений, Владимир Геннадьевич также озвучил. Они у нас стабильны. И сегодня уже показатели по коечному фонду свободному также соответствуют. Хоть положительная динамика налицо, это не повод расслабляться, отметила заместитель председателя кабинета министров Чуваши Алла Салаева. Носить маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться дезинфицирующими средствами необходимо. На самом деле мы действительно в дню республики выходим на первый этап. И очень мы этому рады. Следующая неделя, она праздничная. Гости приезжают. 1, 2, 3, 24 выходной день. Прошу также вот этот строй держать. И нам с вами необходимо дальше идти плавно, шаг за шагом. На следующий будет необходим второй уровень. Через главный транспортный узел города даже в период пандемии проходят несколько пассажирских составов. Тепловизор для работы мобильных групп на железнодорожном вокзале. По словам главы муниципалитета Виталия Михайлова смог бы существенно облегчить работу специалистов городского центра эпидемиологии, которые постоянно здесь удежурят. Разумеется, санитарная работа по дезинфекции подъездов и других мест общего пользования тоже продолжится. Также рабочая группа посетила Канажский межтерриториальный медицинский центр, где они обсудили актуальные вопросы с персоналом больницы. Данное учреждение отличает дисциплинированность, отношение к людям, выстроенная система оказания медицинской помощи. Даже в условиях пандемии нет нареканий в плане оказания медицинской помощи, своевременности, доступности, несмотря на кадровый дефицит. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Павел Иритков, Республика.